МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, уважаемые друзья! 25 июня блаженнейший митрополит Киевский Евсея Украины Ануфрий отмечает День Тезаименитства. Творческий коллектив телеканала «Глаз» присоединяется ко всем поздравлениям, пришедшим в этот день в адрес нашего архипастыря. Желаем вам, дорогой владыка, Божьего благословения и поддержки на пути вашего служения. Крепкого здоровья, неисчерпаемых сил, духовной радости вам. Многое и благое лето! Вы смотрите программу «Мир православия», и сегодня мы расскажем о следующем. Духовное образование как старт для дальнейших свершений киевские духовные школы приглашают на учебу. Телевизионная беседка. Как в Одесской епархии прошла телевстреча священнослужителей с православной молодежью. Вечная память. Почил митрополит Черкасский и Каневский Сафроний. Помощь пострадавшим. Представители Синодального отдела по социально-гуманитарным вопросам посетили жителей разрушенного в Киеве дома. Собор Одесских Святых. Кого вспоминаем в этот день? Куда пойти учиться? Кто-то решил давно, а кто-то только сейчас определяется со своим выбором. Те, кто хочет углубиться в богословские науки, кто хочет посвятить жизнь служению Богу, будут поступать в духовные учебные заведения, а один из них находится в столице. Это Киевская духовная академия и семинария. Получать образование в столице Украины, учиться в стенах ее духовного сердца, Киево-Печерской лавре, осваивать научные премудрости под руководством опытных преподавателей в ведущем учебном заведении с вековой историей. Это все для тех, кто решит поступить в Киевские духовные школы. Дорогие друзья, ежегодно Киевская духовная академия и семинария открывает свои двери для всех ребят со всех уголков нашего государства и зарубежья, для того, чтобы у них была возможность получить богословское образование и могли потом принять священнический сан. Киевская духовная академия и семинария – высшее учебное заведение Украинской Православной Церкви, которое готовит священнослужителей, преподавателей духовных учебных заведений и специалистов в области богословской науки для церковных учреждений. Система обучения в киевских духовных школах сегодня соответствует современным тенденциям как в украинском, так и в общеевропейском высшем образовании. В этом году абитуриенты киевских духовных школ могут подать документы до 31 июля. Документы можно подать как лично, так и в этом году можно подать онлайн. Узнать о том, какие именно документы нужны для поступления, порядок их подачи, о других правилах приема, можно на сайте киевских духовных школ. Вступительные экзамены в этом году с благословения Предстоятеля Украинской Православной Церкви, Митрополита Киевского и всей Украины Ануфрия состоятся с 3 по 8 августа. Ждем вас в киевских духовных школах. Выпускники Киевской Духовной Академии осуществляют свое церковное служение в разных уголках мира. Многие выпускники Киевской Духовной Академии сегодня являются архиереями Украинской Православной Церкви. А новых абитуриентов киевские духовные школы ждут прямо сейчас. В середине июня на медиаресурсах Одесской епархии провели первую встречу священнослужителей с православной молодежью. Как она проходила и о чем говорили, расскажем в сюжете. Недавно на медиаресурсах Одесской епархии прошла прямая трансляция проекта «Беседка», в котором священнослужители вместе с православной молодежью пообщались за чешкой чая и обсудили очень важные темы взаимоотношений церкви и современного мира. Поделились своим духовным опытом и ответили на вопросы зрителей, которые те имели возможность поставить в прямом эфире. Сегодня дискуссия, которая произойдет, она у нас довольно спонтанная. Как обычно, наша идея рождается в наших молодых головах. И мы что-то придумаем, что-то хотим ввести какую-то новизну, ввести какой-то более совмещенный диалог между духовенством и людьми, которые находятся за сотни и тысячи километров от нас. И в то же время, как оказывается, между, как говорит наша владыка, между друзьями нет никакого расстояния. И учитывая, что технологии нам позволяют быть ближе друг к другу, технологии позволяют нам помолиться вместе, пообщаться, попросить, чтобы друг за другом помолились, почему бы не воспользоваться, чтобы поговорить? В телевизионной беседке встретились опытные священнослужители, среди которых ректор и проректор Одесской духовной семинарии, преподаватели, настоятели храмов и представители православного молодежного движения. Полтора часа они отвечали на вопросы, которые волнуют общество. Такие онлайн-встреч, когда слово духовенства слушают одновременно десятки тысяч людей, имеют особую миссию, дают возможность в доступной форме рассказать зрителям о задачах церкви по укреплению веры в сердцах людей. А для кого-то, как показала первая встреча в беседке, такой формат позволяет прознакомиться с самой церковью. Неформальная наша встреча как раз и дает возможность познакомиться с церковью, чтобы, сохраняя традиции, обычаи, обряды, церковь наша, в то же самое время всегда современно. «Никогда не стареет душой. Душа никогда не стареет». Вот в этом смысле, конечно, это очень хорошее начинание и благодарность тем людям, которые совершают. Для Ирака христиане является одной из извечных общин. Об этом заявил новый премьер-министр страны Мустафа Аль Кадхими во время своей недавней поездки по территориям, особенно пострадавшим от боевиков. Он также выразил от имени всего Ирака горечь и опасения в связи с исходом христианских общин, веками жившими на этих землях. Глава правительства пообещал на своем посту сделать все возможное, чтобы вернуть коренных жителей в родные места. В Греции в Успенском Варнаковском женском монастыре во время пожара сгорел центральный храм с чудотворной иконой Богородицы. От образа остался лишь небольшой фрагмент. Никто из насельниц не пострадал. По мнению полиции, причина аварии – короткое замыкание электропроводки. В Румынии Ассоциация православных студентов провела акцию «Наша бабушка и дедушка». Цель мероприятия – предоставление максимальной помощи пожилым людям, проживающим в труднодоступных селах в горной местности. Студенты доставили своим подопечным продукты питания, средства личной гигиены, а также помогли привести в порядок приусадебное хозяйство. 22 июня на 81-м году жизни после продолжительной болезни отошел ко Господу митрополит Черкасский и Каневский Сафроний. Родился владыка в миру Дмитрий Савич Дмитрук 15 февраля 1940 года на Ровенщине. Окончил духовную семинарию. В 1971 году принял монашеский постриг в честь святителя Сафрония. Через 8 лет будущий митрополит начал свое служение в Черкасской епархии. Сначала как настоятель храмов в разных городах, а позже стал ее руководителем. В 2008 году владыка Сафроний был назначен управляющим Черкасской епархией и возведен в Сан-Митрополита. За годы служения снискал большое уважение и духовенство, и верующих. Совмещал служение Господу с глубоким патриотизмом. Много сил он положил на развитие духовной жизни епархии. Запомнился своей строительной деятельностью. Сотни храмов, 50 из которых возвели по его собственным проектам, стали украшением Черкащины. Прощались с почившим митрополитом 24 июня в Михайловском соборе Черкас. Божественную литургию, а также чин погребения владыки Сафрония возглавил управляющий делами Украинской православной церкви митрополит Бориспольский и Броварской Антоний. Отдать последний долг архипастырю пришли тысячи верующих, многочисленное духовенство, монахи и монахини. Похоронили митрополита Сафрония на подворе, возведенного его трудами, кафедрального Михайловского собора. 21 июня в Киеве случилась трагедия. В Дарницком районе столицы произошел взрыв в многоэтажном жилом доме. По данным МВД, были разрушены 16 квартир, 40 – повреждено. Пострадавшим оказали помощь. Присоединилась к ней и Украинская православная церковь. Пять погибших и десятки тех, кто потерял жилье. Таков результат взрыва, прогремевшего в жилом массиве Киева воскресное утро. Секция дома, где произошел взрыв, восстановлению не подлежит. Ее будут демонтировать. Жильцов, оставшихся без крова, временно поселили в школе-интернате номер 12. 23 июня заведение вместе с волонтерами посетил председатель Синодального отдела Украинской православной церкви по социально-гуманитарным вопросам протеерей Сергей Экшиян. Привезли необходимую помощь. По распоряжению предстоятеля церкви, Боженшим митрополитам Уфриам, были собраны и выделены средства на закупку необходимых вещей. Мы предварительно поинтересовались, что действительно нужно. Было закуплено 30 вентиляторов, потому что сейчас очень жаркие дни. И также банные принадлежности, полотенца для душа, средства. Синодальный отдел обещает и в дальнейшем оказывать помощь как материальную, так и духовную. Помощь не одноразовая. Сегодня мы привезли то, что необходимо на сегодняшний день. Но, естественно, мы оставили свои контакты. Есть здесь координаторы. И то, что людям необходимо. Люди просят, обращаются. Мы также будем в дальнейшем участвовать. И непосредственно в духовной помощи мы предлагаем, что если кому-то людям надо обязательно общение, молитва, мы предлагаем духовную помощь в первую очередь. В школе, где живут сейчас люди из разрушенного дома, для пострадавших пытаются создать максимально комфортные условия. Обеспечили комнатами, питанием. А волонтеры помогают необходимыми вещами. Благодаря вам сейчас у них будет чуть больше комфорта с вентиляторами, потому что жара все же невыносимая. И помещение за весь день так накаляется, что внутри душно. А в целом много людей, что приятно, обращается просто за помощью. От всего сердца помочь. Это приятно. Ну, это общая трагедия. Вы знаете, мы живем в таком же похожем доме. Я когда представила, что это может быть и с нами, ну, просто, ну, слезы наворачивались. Пошла с ребенком, купили средства гигиены элементарные. Ну, и решили своей семье как бы помочь. Ну, это то, что я могу сделать. Больше, к сожалению, ничего. Но душа, конечно, болит. Действительно, молодцы. Помогли очень хорошо. И пищей, и разными мелочами, и одеждой. Например, футболки, носочки. Вот на мне и носочки, и футболка. Я очень благодарна этим людям. И волонтерам, и тем, кто помогает. Я очень-очень благодарна. Вообще благодарна этой школе, и директору, и всем работникам, которые откликаются. Все же мы чувствуем себя защищенными, хоть немного. Действительно, спасибо, спасибо этим людям. Органы власти пообещали сделать все возможное для помощи пострадавшим. В Третье воскресенье после Троицы Православная Церковь чтит Собор Одесских Святых, начиная от апостола Андрея Первозванного и до преподобного Кукши, святого 20 века. Каких еще святых вспоминает Церковь в этот день, смотрим далее. 24 угодника Божия, которые в разное время, при разных обстоятельствах служили Господу и людям. И ныне их святые молитвы оберегают Одесский край и всех, кто с верой обращается к ним о помощи. И в завершении несколько слов о праздниках следующей седмицы. Понедельник, 29 июня, день памяти святителя Феофана Затворника Вышинского. 30 июня, честу им мучеников 4 века Мануила, Савила и Исмаила. 1 июля церковь вспоминает святого Леонтея Канонарха Печерского. На следующий день праздник в честь апостола Иуды, брата Господня. В пятницу, 3 июля, день памяти святых мучеников Инны, Пинны и Риммы. На субботу, 4 июля, приходится праздник в честь преподобного Максима Грека. А в воскресенье, 5 июля, будем чествовать святителя Григория, митрополита Валашского. На этом все. Увидимся через неделю. И пусть она будет наполнена только хорошими новостями. Храни вас Господь! Субтитры создавал DimaTorzok